Сейчас коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике «Дайджест». Трагический инцидент произошел в Кунгуре. 17-летний молодой человек, возвращаясь после вечеринки домой, решил сократить путь по железной дороге. Неподалеку от станции Кунгур он сел на рельсы и затремал. Ситуацию прокомментировал начальник линейного пункта полиции из на станции Кунгур Сергей Лузин. Опрошенный сотрудниками полиции машинист рассказал, что проезжая станцию Кунгур, увидел сидящего на путях человека, подавал сигналы, но тот на них не реагировал. Тогда машинист применил экстренное торможение, однако эта мера не позволила избежать столкновения. После удара тело молодого человека развернуло и одна нога угодила под колесо. Помимо ампутированной конечности, молодой человек получил ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга. По словам очевидцев, юноша не сразу осознал, что с ним произошло, пытался встать и уйти с места происшествия. Страдавшего доставили в городскую больницу, сообщает сайт газеты «Искра». За прошедшие 6 месяцев этого года в изоляторе временного содержания отбывали наказание почти 150 кунгуряков, из числа не вовремя уплативших административный штраф. Полицейские напоминают, что в соответствии с кодексом административных правонарушениях, лица, привлеченные к ответственности, обязаны уплатить свой штраф не позднее 60 дней после вступления в законную силу постановления. Но, как показывает практика, далеко не все граждане готовы добровольно заплатить штраф даже в 500 рублей. В то же время ответственность за просрочку уплаты – это двукратная сумма неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, плюс сам штраф. Либо арест на 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов. Зачастую лица, совершившие административное правонарушение, не удосыживаются даже посетить судебное заседание, на котором, кстати, можно рассчитывать на смягчение наказания или отсрочку платежа. Неучастие в разбирательстве по делу и уклонение от уплаты штрафа в дальнейшем лишь усугубляет положение должника, ведь до момента полного погашения задолженности он не сможет покинуть пределы России, либо воспользоваться своим банковскими счетами, которые могут быть заблокированы судебными приставами. В связи с этим необходимо понимать, что законопослушное поведение поможет избежать подобных неприятностей, сообщает пресс-служба кунгурской полиции. Администрация Кунгура подвела итоги муниципального смотра конкурса на лучшее содержание и использование сооружений гражданской обороны. Среди городских предприятий он проводится ежегодно уже несколько лет. Управление гражданской обороны оценивает эффективность использования защитных сооружений, таких как бомбоубежище и прочих, расположенных на территории предприятий участников. А их в этом году оказалось пять. В начале июня прошла конкурсная оценка, а итоги диплома были вручены сегодня на аппаратном совещании в администрации города. Диплом третьей степени получила предприятие «Кунгурская база». Два диплома второй степени достались компании «Газпром», газораспределение «Перм» и «Кунгурские электросети», отделение «Морска Урала». Победителями, получившими дипломы первой степени, стали также два участника. Коллектив исправительной колонии номер 40 и муниципальное предприятие «Кунгурский водоканал».